привет ребята титаны это исследователь хотел я отдельно показать дегроинженерию в каждой приставке в каждом телефоне такие огромные просчеты делаются тиховато меня слышно не знаю почему то ли прошивка тише микрофон делает я рядом вообще говорю в 50 сантиметрах то ли микрофон фиговый вас не понимаю хуже чем старом леново даже там можно было с 30 сантиметров нормально говорить но надо поменяю потом этот asus на что-нибудь вот маленький радиатор во первых он слишком маленький он алюминиевый надо было медный хотя бы центр медный сделать можно конечно оторвать поменять но пока пока нет на это время нет каждую приставку надо делать переделывать ну переделывайте если они нагреваются больше 60 градусов 70 обязательно переделать если там 60 еще можно не переделывать и главное то что я не показал в предыдущей части я снял первую первую часть на эту приставку вот такая толстенная сантиметровая прокладка она конечно тепло проводит но очень неэффективно а вот это пластина она стальная это дни алюминий даже естественно не иметь не алюминий это сталь магнитиком я ее по магнитил ужас короче все будет нагреваться потом чип просто сгорит так у меня было уже на одной приставке я видел люди делают сверху вентилятор ставят можно радиатор поменять дырочек на сверлить сверху конечно это все можно и нужно сделать но это блин но новая приставка фактически и она уже с такими дефектами еще на эти доработки сколько людям надо тратить сколько это все стоит времени и денег опять же там радиатор вентилятор под 1000 сама приставка то 3000 стоит половина стоимости так она сама по себе по железо неплохая претензий нет как как обычно память медленная постоянная 20 мегабайт чтения 9 запись ну даже для дешево приставки помню слишком но хотя бы 30 20 20 на запись но ужас память очень медленная и usb 30 нету это ужасно плохо потому что ну потому что медленно очень когда usb flash подключаешь usb 20 ну невозможно они медленно работают сейчас уже даже какой-то фильм десяти пяти гигабайт не это очень долго а это чип то новый а в sb 30 нету есть конечно вай-фай но он с одной антенкой и сеть проводная но пока 1 гигабит я пока ее не подключал может быть через нее более менее пойдет передача вот такой вот ужас они потратили на воды светодиод опять же кучу времени средств а на охлаждение не потратили время и так делают в каждой приставке чтобы они быстрее ломались но отчасти от половину что они не умеют нифига делать охлаждение в половину специально чтобы это все сгорало бесконечно чтобы бегали меняли просто удивляюсь таких маленьких приставках с тепловыделением сколько у не теплоуделение 5 ватт 10 ватт и они делают так что не отводится это тепло сжигает чип ужас вообще тут можно было даже не активный радиатора просто такой здоровый радиатор поставить сверху просто дырочки и все было бы более-менее нормально но можно и вентилятор маленький поставить есть такие 40 миллиметров на сантиметр он сюда был лес ну просто вот очередное такое творение ужасное и что еще хотел сказать что вот это вот как бы безымянный какой-то санвал там вот эти всякие фирмы а есть как будто бренды какие-то самсунг там но они те же самые ошибки допускают крупные производители такие же просчеты по сути уровень совершенно один и тот же никаких там а б брендов не существует это один и тот же хлам потому что смотрите по материнское платье она спаяна очень аккуратно все контактики ровненькие прям все ровненькое по материнской платье невозможно определить что мабы бренд на них и тех же фабрик делают так что ну пока поработает он чуть не подохла у меня приставка я взял прошивку от похожий такой же точно по конфигурации там затерся bootloader или что-то затерлась она вообще сдохла ни на что не реагировала нигде не виделась ножки заткнул замкнул блин заткнул я жила все больше не хочу ее прошивать она может помереть от того что bootloader криво встает или прошивка там криво встает начальное определение не идет ужасно так телефон или планшет я не могу так сломать прошивками а здесь она ломается поэтому жалко выкидывать ее только что она еще новая была была одна постояла несколько лет если разбил бы ее молотком но пока не пришло время вот такой вот ужас короче стальная пластина для охлаждения это что-то новенькое алюминием экономят ставят но вот сталь круто и при этом я говорю если бы везде экономили нет светодиоды и спереди вот панелька не нужная с часами она что же стоит 5 долларов можно было радиатор поставить вот просто это дегра сумасшедшая инженерия но на этом общем все что хотел рассказал пока ребята эту не советую покупать покупайте типа у гус там вот какие такие там они ребята немножко думают гусс а м3 там вот но это вот такая из дешевых и так себе всем пока подписывайтесь это самый лучший канал про железо там всякие как просто это хлам там вообще дураки они ничего не разбираются ни в чем